Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала года, что не помешало сотням прихожан прийти на праздничную службу. В Кафедральном соборе Рождества Христова вечернее богослужение началось 6 января в 17.00. А Божественная Литургия с 6 на 7 января ровно в полночь. Праздничную службу возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк. В день Рождества на земле родился Спаситель мира. Евангелист Лука, один из тех евангелистов, который описывает события Рождества Христова, сообщает о том, что вифлеемские пастушки увидели явление ангелов, поющих песнь «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволения». Великие слова. На земле мир. В этом году Рождественская проповедь наполнена особым смыслом, ведь слово «мир» приобрело для всех ту ценность, о которой стали уже забывать. И в светлый праздник митрополит напомнил о том, что прямо сейчас льется человеческая кровь. Почему же все это возможно уже после воплощения на землю Сына Божия, который принес на землю мир? Почему же льется человеческая кровь, если Господь принес мир на нашу грешную землю? Происходит это от того, что, к сожалению, люди так и не восприняли мир Христов, начиная со времен до Христа и после Христа на протяжении столетий, людям оказались более близки человеческие страсти, обычные земные интересы, нежели мир Христов. И потому люди живут землей, люди живут временными потребностями, временными ценностями, не задумываясь о том, чтобы стяжать в своих душах мир Христов. Митрополит Рязанский Михайловский призвал каждого верующего обрести мир в сердцах. Участие в богослужении принял и губернатор Рязанской области Павел Молков, а после глава региона поздравил всех рязанцев с Рождеством Христовым. «Желаю здоровья вам и вашим семьям, пусть в вашем доме царит любовь и согласие с Рождеством», написал Павел Молков в своих соцсетях, добавив, что в этот день все становятся добрее, уходят обиды, забываются проблемы, а сердца людей открываются всему самому светлому.